Сейчас, когда вы знаете, как ходят фигуры, как совершаются взятия, объявляются шахи и даются маты, а также сможете рокироваться и взять на проходе, самое время обсудить настоящую партию в шахматы. Во время партии никто не подскажет вам, как правильно пойти и какой ход сделать. Вы должны подумать и решить, какой ход правильный, и какую фигуру, и на какое поле лучше передвинуть. Перед каждым ходом стоит внимательно посмотреть на расстановку фигур, спросить себя, невозможно ли забрать какую-то из фигур соперника или атаковать короля-партнера. Может быть, лучше рокироваться. А может быть, настало время приступить на движение своих пешек. Именно на эти размышления тратят свое время шахматисты во время шахматной партии. Внимательное изучение своих возможностей и идея за соперника может помочь вам сделать хороший ход. Иногда сделать сильнейший ход совсем просто, как здесь, ладья H8 мат. А иногда найти сильнейшее продолжение будет очень сложно. Давайте попробуем обсудить, какой ход будет хорошим в следующих позициях. В этой позиции у черных три лишние пешки, поэтому черные решают предложить белым размен ферзей, достаточно справедливо полагая, что реализовать материальное преимущество будет легче без ферзей. Но делая ход ферзь d4, черные забывают о самом главном в шахматной партии – безопасности своего короля. Помни о том, что в первую очередь следует изучать нападение на короля соперника, сможете ли вы найти лучший ход за белых. Ходом ферзь d4 черные оставили в одиночестве своего короля, и белые могут воспользоваться этой оплошностью, объявив мат в один ход – ферзь e8. Такой мат называется матом по последней горизонтали. В этой позиции после хода ладья 1 может показаться, что черные поставили мат по последней горизонтали. Что же делать белым? Если белый ходит ладья e1, то после ладья бьет e1, черные на самом деле ставят такой мат. Могут ли белые сделать что-то еще? Внимательное изучение позиции может позволить заметить слона на поле h8, который при своем ходе может съесть черную ладью на поле 1. Слон бьет a1. Если вы заметили этот ход, то, скорее всего, сможете довести эту партию до победы. Какой ход лучше в этой позиции? Если вы думаете о ходе ладья a8 со скорым матом, это было бы правильным решением, но шахматы – игра двух соперников, поэтому следует думать не только о своих ходах, но и следить за угрозами соперника. В данном случае черные объявляют шахт белому королю, и поэтому выбор белых ограничен. Единственным ходом за белых является ход король h1, и после этого уже черные должны действовать осторожно, чтобы не быть заматованными по последней горизонтали. Какой ход вы предложите за белых в этой позиции? Можно отметить, что белые могут взять пешку на e4, но затем черные также возьмут пешку белых на a7. Исходя из нашего правила, сперва ищем нападение на короля соперника. Обращаем внимание, что наша пешка находится в шаге от поля превращения, и понимаем, что после продвижения на поле вперед она может превратиться в ферзя, объявляя шах королю черных и одновременно нападая на коня черных на c6. Двойной удар. После король f7, ферзь бьет c6, белые выигрывают коня. Это не так просто научиться делать хорошие ходы во время партии в шахматы. Но кто не играет, тот не побеждает. Так что сейчас ваша очередь попытаться найти сильный ход. Продолжение следует...